ЗВЁЗНЫЙ ЗАВТРАК Огонь. У нас грандиозные планы, о которых мы сегодня вам обязательно расскажем. Вот. Началась супердвижуха у Марины Брис, поэтому настроение прекрасное. А вы прямиком из Санкт-Петербурга или из другого города? Я, да. Ольга Владимировна, вы? Я Сыжевска. А, вы как раз-таки оттуда, где будет концерт. Да, конечно. То есть вы соединились? Как там площадка? Все готово? Я стою возле магазина, продаю билеты. Вот оно как! Вот он бизнес в наше время, да? А что делать? Все под контролем. Кому сейчас легко, да? Давайте послушаем музыкальную справку. Музыкальная справка. Марина Брис, певица, в репертуаре которой же более чем 100 песен, написанных бессменным автором и продюсером Марины Ольгой Морозовой. Это смысловые жизненные композиции в современном, ярком и динамичном звучании. Проект «Марина Брис» стартовал 29 июля 2020 года. Именно в этот день состоялся релиз песни «Все наладится». Так и получилось. Творческая работа наладилась и «Ладится» строится по сей день. Да так, что артистка уже готова к настоящим сольным концертам. О них и не только поговорим прямо сейчас в «Звездном завтраке» с Мариной Брис на радио «Шансон». На самом деле неспроста, Марина, тебя пригласили, потому что впереди два больших сольных концерта. Мирослав, давай расскажем. Да, 6 марта в Ижевске, в ДК «Аксион», а 3 апреля в Санкт-Петербурге, это будет концертный зал «Колизи» в самом центре Петербурга, тебя услышат на Невском проспекте. Да, приглашаем всех. Мы тут заглянули в твой инстаграм, где ты выкладывала пост «История Марины Брис». Получается, что меньше чем за год ты записала 43 песни. Мы тут просто такой, ну, простая математика. Получается, примерно 6 композиций по 2 в неделю ты выпускаешь? Ну да, у нас темп был очень динамичный в плане записи песен и вообще любых других движух, съемок. Да, ну так, если статистику какую-то вычислять, то как-то так. Ольга Владимировна, вы решили весь свой материал записать, да, в исполнении? Откуда столько вдохновения? Просто же это не на потоке, это же должно вот откуда-то спуститься, прийти и родиться красивая песня. Ну, как-то, видимо, прет. Меня прет. То есть это песни, написанные сейчас? Очень много, да. Мы как бы планировали старые песни переписать. Многие, ну, потом от этого отошли, потому что меня прет. И идут нормальные, как мне кажется, интересные треки. Вот сейчас прозвучал один из новых треков, который был написан уже в новой жизни. Ты моя второе дыхание. Кстати, в хит-параде в нашем эта песня. Кстати, и клип у вас уже есть. Как проходила работа? Расскажите. Марина там и пела, играла на рояле, танцевала в паре с танцором. Да, съемки, конечно, были очень интересные. Я впервые в жизни попробовала себя в таком стиле танца, контемп. Нам показалось, что вот именно через этот танец мы сможем передать эту эмоцию, да, вот той самой любви. Страсть этой песни. Да. И мне приходилось идти на преодоление страхи. Я попробовала себя. То есть до этого ты не танцевала, правильно? Я не танцевала, да. А много репетировала, Марина? У нас было 3-4 репетиции. Вот такие танцы со звездами получились у Марины. Это все, это можно в шоу танцы, понимаете? Да, я не против. И там и вок пойдет, и хип-хоп, и так далее. И вок мы уже работали. Кстати, Ольга Владимировна, возьмите на заметку идею эту. Может, в танцы со звездами Марину? Ну, если проект не пойдет музыкальный, может, и в танцы пойдем. А что? Нет, совмещать. Нет, я, может быть, буду петь, а она будет танцевать. О, как поворачиваешься звезды. Это уже новый проект. А почему нет? А вот на сегодняшний день образ Марины Брис, он уже сформирован? Это, получается, девушка в таком вечернем платье или девчонка в джинсах? Или вы дорабатываете постоянно этот образ? В косухе. Какой образ у Марины Брис? Ну, какой-то такой образ, да. Но мне кажется, не стоит исключать эксперименты. Всегда захочется попробовать что-то новенькое. Это что новенькое? Поподробнее, пожалуйста. Может быть, какой-то дерзкой быть девчонкой. Ну, а почему нет? И ракет нужен Марине Брис? Нет, на самом деле Марина-то на сцене достаточно дерзкая. Я просто видела одно выступление, платье такое как бы вечернее, но разрез, как моя мама бы сказала, аж до ушей, понимаешь? Марина там со своими длинными ногами такое вытворяет на сцене, что мама дорожает. Но если ей что показать, то и разрез можно такой. Да, знаете, было несколько комментариев, что я боялась, что там разойдется. А, так я не одна. Немножко смутила. Ольга Владимировна на подхвате. Если разойдется, сойдет. Я только могла по телевидению подхватить. Я смотрела из Ижевска, поэтому как бы не могла помочь. Но мы думаем, что, конечно, мы... Да, наверное, вот это все-таки тот образ на сегодняшний день. Мы ведь и на шансоне в Санкт-Петербурге тоже. На концерте. С разрезом. Просто там песня не позволяла нам сделать то, что позволяла данная песня. А то бы мы сделали бы еще и тогда это все. Поэтому я думаю, что задача продюсера, прежде всего, показать лучшие стороны своей артистки. Лучшие грани ее. Да, и внешние, и голосовые, и возможности двигаться и так далее. И было бы странно. Конечно, мы делаем упор на сильные стороны. Ну вот сейчас у вас динамика уже набралась, да, работы. А какие-то спорные моменты возникают? Понятно, что вначале их быть не могло, потому что Марина боялась что-то где-то там предложить или настоять на чем-то своем. А сейчас, вот когда... С точки зрения творчества? Да. Нет, в творчестве споров практически не бывает. То есть вы властная такая. Как сказали, так она и будет делать. Нет. Мы посовещаемся и хорошо. Ну, не совсем так, но у нас в этом плане, вот в плане творчества, у нас четко соблюдается субординация, поэтому любая субординация, она всегда исключает конфликты. Вы сказали в плане творчества, значит, в каком-то другом плане есть? Ну, мы же живые люди, мы общаемся, там, наверное, не все так замечательно, но пытаемся находить точки соприкосновений. Опять же, потому что мы живые люди. Марина, скажи, вот 6 марта в Ижевск, 3 апреля в Санкт-Петербург, ты везешь программу сольную, которая называется «Выше головы». Чем порадуешь? Там будут танцоры, там будет что-то оригинальное. Может быть, ты за фортепиано, опять же. Во-первых, будут песни, вот самые лучшие, самые яркие, наши топовые, самые полюбившиеся нашими поклонниками песни. Конечно же, будет танцевальная программа, динамичная, где-то местами, может быть, неожиданная. И мы обязательно представим новинку, премьеру песни. Ее услышат только те, кто придет на концерт 6 марта в Ижевске. Это будет наш секретик на некоторое время. Ну и вообще, конечно, будет... Я думаю, что будет очень тепло, уютно, и вообще концерт придет очень душевно. Волнуешься? Я волнуюсь, но я все сделаю, чтобы все было хорошо. Можно я еще добавлю? Да, конечно. Есть еще одна мысль. Вообще, это мысль, которая родилась не очень давно. Но она присутствует. Она родилась из разных общений моих личных с моими поклонниками. У меня есть свои сети. И, возможно, мы успеем сделать еще один прикол на этом концерте, который, я думаю, удивит вообще всех. Скажите, пожалуйста... Подожди, этот прикол, это вы выйдете на сцену и говорите? Так, вот это уже секрет. Ну подожди, тогда уже приколы не получится. Да, да, да. Чуешь в мое сердце, что прикол будет особым таким, на самом деле. Ну, я же говорила, Марина будет танцевать, а я буду петь. Когда-нибудь. Девушки, скажите, пожалуйста, вот если кто-то не знаком пока еще с творчеством Марины Брисса, вот почему им надо прийти на концерт и познакомиться в Ижевске и в Петербурге с тобой, Марина? Смотрите, песни Ольги Владимировны, они очень жизненные. Они всегда нам рассказывают о какой-то ценности. Может быть, кто-то сравнивает с какой-то частью своей жизни, каким-то отрезком. И мужчины, и женщины, мы каждого слушателя можем порадовать песней. То есть каждый для себя может из этого огромного списка песен найти для себя какие-то самые-самые близкие, которые откликнутся ему в душе. А бывало такое, что записывала песню и, ну, может быть, плакала? Ведь истории такие прям жизненные. Самая трогательная для меня песня, песня про маму. Марина и сейчас плачет. Знаете что, давайте мы немного прервемся. Вытрем слезы. Марина Брис у нас сегодня в гостях, Ольга Морозова. Ваши вопросы ждем. Подключайтесь. Плюс семь девятьсот девять, девять пять, пять, сто три и ноль. И все вопросы, которые пришлете, зададим нашим гостям прекрасным. Звездный завтрак. В ярких красивых нарядах 6 марта в Ижевске, в ДК «Аксион» 3 апреля в Санкт-Петербурге, в концертном зале «Колизеи» появится Марина Брис со своей концертной программой под громким названием «Выше голову». Только мы заговорили о том, что слушатели могут подключаться к нашему «Звездному завтраку», и тут же посыпались вопросы. От Павла видим первый. А Марина Брис замужем? И есть ли у нее детки? Самый популярный вопрос, мне кажется. Нет, я не замужем, да. Но я была, и у меня есть доченька. Ей 4 года, зовут Рада. Джамиля спрашивает. У вас есть муза? И кто из исполнительной шансона является для вас премьером? Либо ты, Марина, ориентируешься на Запад. Не исключаю такое. На кого равнение держишь? Ну, есть артисты и на нашей эстраде, на которых можно равняться. Но кто? Ваенга, Успенская, кто? Ваенге очень хорошо отношусь. И, кстати, видела ее выступление на концерте, который был на БКЗ в Питере, да, 3 дня назад, к 23 февраля. Вот, понаблюдала, посмотрела, как... А ты наблюдаешь, ты учишься у состоявшихся артистов уже, да? Мне интересно. Какие-то находки? Да, да, что-то перенимаю, смотрю, что говорят, как интерактивят, вообще как себя ведут на сцене. То есть ты часто ходишь на концерты, получается? Я хожу, и я наблюдаю вот именно... В том числе и отдохнуть, и подчеркнуть опыт, да. Ты на сегодняшний день себя звездой считаешь? Так, по-честному, по-правде. Ну, гораздо больше, чем ощущала себя полгода назад. Ну, потому что уже столько песен, столько материала появилось. Впереди два сольных концерта. Ольга Владимировна, а мы не говорили об этом в прошлый раз. А псевдоним Брис, он откуда вообще взялся? Почему именно Брис? А пусть она сама рассказывает, она его потому что придумала. Так, Марина, это что-то морское? Да, это что-то морское, что-то романтичное. У нас было буквально два-три варианта. Я отправляла на собеседование. А какие еще были, расскажи. Ой, я не помню. Да ладно. Нет. Нет, я не помню. Ну, какие могут быть у Марины? Марина Луч, например. Марина Луч. Да, Солнечная Луч, понимаешь? Нет, Марина же это в переводе с какого-то греческого? Морская, поэтому вроде как... Брис тоже, видите, тут одна тематика. И звучит Марина Брис. Ну, и наверняка ты обожаешь море, да? Теплые страны. У нас есть песни. Путешествовать ты любишь? Да, я очень люблю путешествовать. Но знаете, я так не люблю летать. С таким темпом, я не знаю, когда там найти время для отдыха? Самое длинное расстояние, которое ты преодолевал на самолете, куда летала? В Таиланд. В Таиланд. Классно. Сейчас россияне-то, кстати. Вот вы в Ижевск, понимаете, где минус 30, а россияне в Таиланд, в Турцию. Может, с концертом в Таиланд? А почему? Марина Брис в Таиланде. Классно. А есть вообще планы рвануть куда-то, я не знаю, за границу с концертами? Ведь песни такие за жизнь, ну, грубо говоря, да? Наша русскоязычная публика с удовольствием, мне кажется, и послушает, и всплакнет, и улыбнет. На самом деле у нас есть в планах хоть на Луну, мы готовы. Вот сейчас мы готовы на 101%, у нас сольная программа, у нас много материала, мы очень много над ним работали, у нас группа музыкантов, у нас танцоры, у нас есть все для того, чтобы, собственно говоря, выступать уже по полной программе, потому что, ну, в сыром виде не хотелось, а теперь готовы абсолютно. То есть мы пандемию использовали, как бы, максимально, да. Мы сейчас прервемся, а потом продолжим общаться с вами. Кстати, мы послушаем песню Марины Брис, которая называется «Очень красиво, любовь». Марина Брис у нас сегодня в гостях, песня «Любовь», песня Кати Огонек. Да, «Новая жизнь», песня «Любовь». Мы помним, конечно же, версию Кати. А почему ты решила записать песню Кати Огонек? Ты ее поклонница? Ну, эту песню предложила спеть Ольга Владимировна. Ей она очень нравится. Это я ее поклонница. Я ее пою всегда в караоке. Она мне очень... Я считаю, что вообще это одна из лучших песен любви. И поэтому, когда речь зашла о том, чтобы нам поучаствовать вот в этой... в этом начинании радио шансон, перепеть какие-то песни мэтров шансона, конечно, я не могла не спеть эту песню. А этот опыт, он будет продолжаться? Ну, я думаю, что почему нет? Почему нет? И кто в планах? Ну, пока вот мы, поскольку сольной программой готовились, занимались, то мы пока не думали об этом. Да, да, да. Пока нам надо. Но потом нам надо нашу песню «Второе дыхание» сейчас как-то ей дать хорошее дыхание. Она у нас в прослушивании, в топе, на втором месте, по-моему, находится. Она замыкает, кстати, сейчас хит-парад «Шансон года» на 12-й позиции находится. Кстати, заходите на сайт радио «Шансон.ру», да, завтра мы свечим и хит-парад, да, и голосуйте. Марин, Лариса спрашивает, откуда ты родом и сразу же ли стала выступать под псевдонимом? Я родом из Удмуртии, город Глазов. Выступать стала под псевдонимом Марина Брис, вот когда начала сотрудничать уже с Ольгой Владимировной, мы придумали, что будет Марина Брис. А до этого вам интересно, какой у меня был псевдоним? Расскажи. Не, мы-то знаем. Вы знаете? Слушателям расскажи, конечно. Ну, хорошо, да. Я была Марина Кац. А, Марина Кац, подожди, это группа «Гвозди» из той истории? Ну, в «Гвоздях» у нас были краткие такие имена, мы придумывали, я была просто Мэри. А вообще, когда сольно выступала, ну, в Москве жила, у меня были какие-то, да, выступления, я была Марина Кац. Как все лаконично, смотри, Брис, Кац, понимаешь? Да, 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 я люблю, когда вот так. Ты с «Гвоздями» общаешься, кстати? Ну, с группой «Гвозди». С группой «Гвозди» нет, ну, у меня же там подруга, и с подругой мы общаемся. Завидует? Наверное. Она очень за меня рада, и вот это... Да нет. Так все подруги говорят. Да нет, ну что вы, Ринка, привет. Да ладно, ладно, мы шутим, шутим, естественно. А советы дает какие-нибудь? Кто? Она тебе, говорит, вот... Да, вы знаете, я как-то даже зависима от ее каких-то мнений, да. Вот так вот, Ольга Владимировна. Вы там знали, что есть советы? Да, зависимость есть такая. Все тайны открываются. Она меня поддерживает. Ее поддержка вот для меня очень важна, она действительно как-то бодрит. Марин, мы говорили сегодня о песне, которая вызывает у тебя такие искренние эмоции. Это песня «Мама». Может быть, мы фрагмент исполним для наших слушателей? Живьем. Да мурашек прям. Марина Брис, песня «Мама». В «Звездном завтраке» на радио «Шансон» живой звук делайте громче. Песня Ольги Владимировны Морозовой. Да. Да. Как хочется тебе мне рассказать, Как было б хорошо вернуться в детство, Залезть в твою уютную кровать, Поведать, отчего душа страдает. И быть уверенной, как в детстве, Когда ты рядом, ничего не страшно, От твоего тепла согреться. И пусть подушка станет влажной. Мама, подуй мне на душу, Чтоб, как в детстве, уже не болела. Обними свою ты за чушу, Чтоб зажила, как в детстве колено. Мама, подуй мне на сердце, Подари красивых игрушек, Затвори посильнее ты дверцу, Чтоб покой мой никто не нарушил. Прям до мурашек все. А продолжение живого концерта Марины Брис 6 марта в Ижевске, В ДК Аксио, на 3 апреля в Петербурге, В концертном зале Колесей. Приходите на эти концертные программы. Сейчас все соседи включили приемники, Особенно жители Санкт-Петербурга и Ижевска, Потому что 6 марта Марина Брис появится с концертом в Ижевске, 3 апреля в Санкт-Петербурге. И, кстати, жители Ижевска и Санкт-Петербурга. Да, вы нам нужны, Потому что мы сейчас будем разыгрывать билеты Среди жителей Ижевска и Петербурга На концерт Марины Брису. У вас есть некальная возможность билеты эти получить. Так что дозванивайтесь 223-5550. Лично услышите и увидите Марину Брису и Ольгу Владимировну. Сейчас задать даже вопрос ей до 8495-223-5550. Марина, вот мы открыли твой инстаграм. В основном, конечно, такие хорошие у тебя подписчики. Гадости почти не пишут. Да, очень редко. Ты вообще как на критику реагируешь? Ты обижаешься или уже все равно? Ну, смотря какая. Бывает, знаете, аргументированно что-то скажут. Бывает просто, как будто хочется человеку какую-то гадость. Вот там 100 классных комментариев. Думают, ну что так все классно, все так ванильно, Все так прекрасно. Напишу какую-нибудь гадость. Вот, знаете, вредность такая человеческая. Вот, да. А Ольга Владимировна много критикует, кстати? И меня? Да. Ольга Владимировна много критикуете? Да, вот пусть она и скажет. Много или нет. Ну, кстати, нет. Нет, немного. А если критика есть, то по делу, да, получается? Всегда по делу, да, конечно. Никита из Санкт-Петербурга по делу к нам дозвонился. Никита, здравствуйте. Здравствуйте. 3 апреля. Привет. В концертный зал Колизей. Возможно, отправитесь на концерт Марины Брис. Вопрос, с кем, Никита? С Мариной. Ну, а это в оригинале, конечно. С другом пойдете или с девушкой любимой? С женой. С женой пойдете. Слушайте, жена ревновать будет. Марина в таких нарядах выступает. А вы из творчества Марины Брис-то уже наверняка знакомы. Слышали ее песни. Вот сейчас даже она пела песню «Мама». Сегодня слушал, да. Понравилось? Ну как вам, нравится голос? Да, очень приятный голос. И девушка приятная, и красота в нее, конечно, прям. Никита, давайте копнем в биографию Марины Брис. Смотрите, в пять лет Марина пошла учиться в музыкальную школу. Так вот, по какому классу, какой музыкальный инструмент освоила Марина Брис? Для вас три варианта. Это был баян. Бубен. Либо это было фортепиано. Вот вы видите Марину, слышите. Вот вы ее с каким музыкальным инструментом вообще представляете? Вышла такая, баян растянула, миха такая, эх! Ну а почему бы не... Марина Брис! Бубен можно взять в руки, понимаешь? Но либо фортепиано. Никита, вам как кажется? Пускай будет баян. Пускай будет баян. Марина Брис и баян. Это что-то из области уже Марины Кацовой, понимаете? Это немного не так. Просто мы так смоделировали, видимо, хорошо. Фантазию включилась сейчас. Никита, подумайте хорошо. Баян, Бубен или фортепиано? Может, все-таки девушке подходит... Ну, давайте. Фортепиано? Никита. Быстрей. Раз, два, три. Фортепиано. Вывели вас, да, на правильный ответ. Никита! Билеты ваши 3 апреля. Приходите на концерт Марины Брис. Кстати, у нас еще есть билеты для жителей Ижевска. Да, 8495-223-5550. Звоните, быть может, пойдете в ДК «Аксион» в Ижевский концерт Марины Брис 6 марта. Марина, не будет номера, кстати, с фортепиано? Может быть, белый рояль, как в песне «Ты, мое второе дыхание»? На концерт в Ижевске мы такой номер не готовим. Так, а Санкт-Петербург? Может быть, мы, да, мы подумаем. Это было бы, мне кажется, очень интересно. Марина Брис у нас сегодня в гостях, так что дозванивайтесь, если хотите выиграть билеты. 223-5550. Звездный завтрак. Кстати, у поклонников Марины Брис тоже есть выбор. Либо 6 марта мотнуть в Ижевск, в ДК «Аксион» на концерт, да? Либо 3 апреля в Петербург в концертный зал «Колизей». Концертная программа под красивым названием «Выше голову». Вот что вы сможете увидеть. Сюрпризы пообещала и Марина, и Ольга Владимировна. И, возможно, на этот концерт попадет Екатерина из Ижевска. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Давайте с вами пофантазируем. Какой прикол и сюрприз от Марины и Ольги Владимировны хотели бы на концерте в Ижевске увидеть? И услышать. Ну вот я бы, да, мечтала бы услышать, как бы ее только Владимировна. Ольга Владимировна, все просят, вы понимаете. Может быть, акапельно, Ольга Владимировна? Ну, конечно. Кусочек. Не-не-не. Это возможно на концерте. Это возможно. Екатерина, смотрите, билеты ваши, если ответите на легкий вопрос. Как называлась самая первая песня о Марины Брис? Три варианта. Все наладится? Все круто. Или все ухудшится? А мы сегодня об этом говорили, кстати. Это вопрос на внимательность. Все наладится. Моя любимая песня. Молодец. Даже так. Вопрос не хотите задать Марине Каратенчику? Застеснял сейчас поклонницу, понимаешь, Кать? Екатерина. Ну, мы вас поздравляем. И ждем на концерте Марины Брис, который состоится 6 марта в ДК «Аксион». Город Ижевск. И жители Ижевска тоже, конечно же, ждем на этом выступлении. Марина, скажи, а вот свою самую-самую первую работу, ты помнишь? Было что-то помимо сцены в жизни Марины Брис и Марины Кац? Работу на сцене, выступления? Нет. Вообще что-то делала я еще помимо того, что песни пела. Либо ты вот прям вот как с детства была заточена на сцену, на творчество, так и трудилась в этой сфере. Да, абсолютно так. То есть не подрабатывала нигде, как обычно в студенческие годы все где-то подрабатывали? Нет, я подрабатывала на сцене. А именно на сцене, вот как все было. Да, я как только поступила в музыкальное училище в Екатеринбурге, меня взяли в шоу-группу. Притом это в Екатеринбурге была известная шоу-группа, там ансамбль «Пять девочек». И я сразу там училась и петь, и танцевать, и петь в ансамбле. Все окей, да? У нас были работы, да, все окей. Кстати, вот шоу-группа-то, она не прикреплена была к Екатеринбургскому театру эстрады? Да, было, было. А худрук у нас кто? Александр Васильевич Новиков. Да, конечно, ты понимаешь, какие связи, потому что все сошлось. А вот интересно, если бы жизнь Марины Бриза была бы фильмом, вот у тебя такие яркие крипы, как бы он назывался, и это была бы мелодрама или комедия? Что сейчас вообще в душе у тебя? Потому что по песням как бы такая легкая грустинка-печалька. Но это больше Кольге Владимировне, конечно, вопрос. А вот у Марины Бриза внутри что? Ну, мне кажется, да, это была бы мелодрама. Мелодрама все-таки? Опять слезы? Опять грусть? Ну, есть какая-то грусть. Вы знаете, мне кажется, у многих артистов есть какая-то грусть. Когда все хорошо, песни, да, можно, веселье его можно создавать, но внутри, как правило, ты можешь быть одинок, например, и с этим ничего нельзя сделать. А давайте-ка одиночество, грусть, тоску, печаль и драму убьем одной игрушкой. Давайте. Ну, на самом деле, слово сумочка это не про Марину Брис, потому что Марина сегодня к нам приехала с большим, огромным рюкзаком. Что в рюкзаке тебе моем? Все, что надо сделать, вытащить пять вещей. Вот просто в случайном хаотичном порядке любые пять вещей вытаскиваем. Сейчас она думает, почему я не выложила это, это и это? Так, смотри, первая книга, которая называется «Баланс тела и ума». «Как научиться слушать и понимать свое тело». Ого, практическое руководство к действию. Да. Помогает хорошая книга? Я читала ее давно и вот хотела перечитать, но еще пока в дороге я таки не успела это сделать. Вообще, да, я люблю вот такие книжечки по психологии, что-то где-то в себе там поковыряться, знаете, там. Так, хорошо, книга есть. Еще четыре вещи. Ну, это косметичка. Косметичка. Черного, замечу, цвета. Да. Так, хорошо. Серебряной молнией. Блестяще. Блестяще. Глянцевая. Мы практически как сейчас аукцион устраиваем. А вы поймете, для чего мы это делаем? О, смотрите, аромат сладенький. Я вижу, что аромат такой сладкий. Коко Шанель. Коко Шанель, так, классика. Матмуазель. Так, хорошо. А что-то какая-нибудь запрещеночка там есть? Или все так ванильное и хорошо у вас там, Марина? Костет. Костет? Газовый баллончик. Так, что там у Марины Брис? Я не знаю. Она же дерзкая, с костетом такая. Все, у меня все очень... Ну, давай, еще две вещи, хорошо, ладно. Нож, бабочка. Так, беспроводная зарядка, это понятное дело, потому что человек мобильный. Хорошо, кривый батончик. И перекус сладкий батончик. Ну, на самом деле, смотри, анализировать эту историю будем не мы, а врач-психотерапевт высшей категории, врач-психиатр Александр Михайлович Федорович, он с нами. Александр Михайлович, утро доброе, здравствуйте. Здравствуйте, Александр Михайлович. Здравствуйте, здравствуйте. Слушайте, ну вот такой вот супнабор у нас сегодня. Книга, которая называется «Баланс тела и ума», классический. Туалетная вода. Да, такой парфюм, косметичка. Все как бы хорошо. Зарядка, шоколадка. И батончик. Да, что можете сказать о пациенте? Ну, буквально можно сказать что? Что книга соответствует последующему содержанию всех предметов. Так. Вот, что речь действительно идет о том, что Марина пытается вот этого баланса достичь. Тут есть элементы романтизации, что в принципе соответствует ее возрасту, ее привлекательной внешности. Так. А в совокупности это и можно сделать вывод такой. О том, что можно вывод сделать такой. Девушка смотрит в будущее, вот смотрит довольно уверенно. И вот это вот вопрос романтизации, это вопрос ожидания могучего-могучего позитива. И я думаю, что ее творчество как раз должно этому соответствовать. То есть она настроена на ожидание позитива и в принципе к этому готова почти, если бы не книжка, я бы сказал, что готова полностью. Вот. И, наверное, кто-то ей этого пожелать, у нее есть для этого все возможности. Спасибо огромное, Александр Михайлович. Александр Михайлович Федорович был у нас на связи. Слушай, попал в яблочко, Марин? Ну, мне кажется, да. Так приятно было. Открытие для тебя было что-то из того, что Александр Михайлович сказал? Да нет. Не открытие. Нет. Очень приятно. Давай тему мечты мы немножечко продолжим. Вот чего бы ты хотела добиться? Давай вот такой составим план на пятилетку ближайшую. Вот Марина Брис в 2026 году. Какой она будет? Вообще наша общая мечта с Ольгой Владимировной это концерт в Кремле. Так, хорошо. К этому мы идем, и я уверена, что мы придем. А именно прям вот Кремль как площадка, да, Вашу 0,5? Ну, как-то вот. Ведь в Москве много таких больших. Вам надо точку поставить такую жирную, да? Да. Дешталь закрыть. Ну, я думаю, что это вот первая, наверное, большая точка. Так. А потом отремонтируют Олимпийский уже к этому времени. Следующим этапом я думаю, Олимпийский. А надо что-то еще и масштабнее. Конечно. Может быть заграничный концерт в каком-нибудь зале невероятном. Ну, я думаю, что пока мы мыслим такими разумными категориями для начала. Но вообще, конечно, я думаю, что если у нас будут, неважно где, в Кремле или это будет в Орюпинске, полные залы наших поклонников, мы будем вполне очень рады этому. Слушайте, а это просто получается, что надо побольше армию поклонников набрать, да, чтобы вот решиться на столь смелый шаг? Потому что как бы музыкальный материал есть в нужном количестве, группа сформирована, да. Внешность есть, образ есть. Все есть. Все есть. То есть теперь нарабатываем базу фанатов. Я правильно понимаю? Да. То есть, соответственно, это социальные сети, это концерты в каких-то небольших городах. Да. И мы часто проводим прямые эфиры в Инстаграме каждую неделю. А почему у Марина Брис нет в ТикТоке? Нас многие спрашивают. Но мы планируем туда ворваться в ТикТок. Ольга Владимировна, с вашим вообще багажом можно и в Клабхаусе спокойно дать какую-нибудь конференцию, рассказать о своем опыте, о том, как вы сочиняете песни. Вы не в теме вообще. Вы не в теме. Соцсеть, которая сейчас набирает популярность. Это комнаты, куда заходят люди, чтобы послушать лекцию, так называемую. Знаменитых, известных людей. Да, человек. Ну, у меня на самом деле почти та же самая история происходит в Инстаграм. Если вы в моем Инстаграме побываете и почитаете, то ко мне все ходят, друг к другу рассказывают, делятся. И все читают мои утренние посты. И они, очень многие мне пишут, что они с этого вообще день начинают. И поэтому в некоторой степени я этим занимаюсь. И на мои пять с лишним тысяч, прямо у меня такая армия поклонников, классных. Причем таких умных, мудрых, соответствующих мне. Я их очень люблю. И стараюсь их не огорчать и каждый день им какую-нибудь мысль интересную подавать. Ну и вообще я там развлекаюсь, как хочу. Ой, что будет, я чувствую на концертах ближайших. Еще раз напоминаем, 6 марта, Ижевская, ДК Аксион. 3 апреля, Санкт-Петербург, концертный зал Колизи, в самом центре Питера, на Невском проспекте. Марина Бриз и маленький прикол от Ольги Владимировны. Спасибо вам большое. Девочки, спасибо, что к нам сегодня приехали. Мы желаем, чтобы ваша пятилетка, она, ну, конечно, свершилась намного быстрее, по крайней мере. Перешла в десятилетку. Да зачем? Не, не, не. Не, чтобы она до срочно закончилась в двух-трехлетке. Конечно, конечно. Даешь пятилетку за два года. Вот, вот такой лозунг. Вот на этом позитивные мысли и завершаем наш эфир. Марина, спасибо огромное. Спасибо вам. Ольга Владимировна, вам спасибо большое. Обнимаю. Звездный завтрак на Радио Шансон.